И здравствуйте, зрители и подписчики. В этом видео мы научимся работать с базой данных Firebase и создадим приложение в среде Android Studio на языке программирования Kotlin для управления платой ESP32 через Firebase. С его помощью вы сможете регулировать яркость светодиода, получать температуру и влажность и отображать ее изменения на графике. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, так как это очень поможет его развитию. Ну а после просмотра поделитесь своим мнением о моем проекте в комментариях или просто расскажите о нем друзьям. Не буду тянуть время и приятного просмотра. Сначала давайте ознакомимся с моим приложением подробнее. Его первая функция от управления светодиодом, подключенному к плате ESP32. На этом экране вы можете включать и выключать светодиод или регулировать его яркость. Следующая функция – это получение температуры и влажности. Открыв этот экран, вы можете как просматривать текущие показатели температуры и влажности, так и их изменения на графике. Если искусственным образом повысить влажность, например, подобно датчику, можно будет заметить, как резко выросли ее значения на графике. Помимо ранее перечисленных функций, в моем приложении присутствуют экраны для настройки параметров самого приложения и экраны для изменения имен узлов, находящихся в базе данных. С их помощью мы храним Firebase яркости светодиода, температуру, влажность и задержку DGT-датчика, которые можно записывать как с помощью приложения, так и с помощью платы ESP32. Теперь давайте создадим базу данных Firebase и подключим ее к нашему приложению. Для этого нужно перейти на официальный сайт Firebase, нажать на «Add Project», ввести имя вашего будущего проекта, нажать на «Continue», выбрать стандартный аккаунт для Firebase, после чего создать проект. Следующий шаг – это создание базы данных, хранящих данные в реальном времени. Для этого нужно перейти в раздел «Roll Time Database» и нажать на «Create Database». В этом окне нужно выбрать регион базы данных по умолчанию от Соединенных Штатов и режим ее работы. Закрытые или тестовые в закрытом режиме для доступа к всей базе данных или только к определенным ее частям можно сперва зарегистрировать пользователя или же авторизироваться. Кроме этого, вам нужно будет настроить правила безопасности для вашей базы данных, чтобы защитить ее от злоумышленников. Этот режим больше подойдет для создания мультипользовательских приложений, например, личного блога или своей соцсети. Но тестовый режим подойдет для однопользовательских приложений, нужных для обмена данными с конкретным устройством. В нашем случае это есть P32. Пока в моем приложении не предусмотрена система авторизации, поэтому следует выбрать открытые решимы. После создания базы данных нужно создать в ней структуру данных в формате JSON. В этом же разделе предусмотрен редактор JSON-зерево, которое состоит из веток или шузлов. С их помощью мы можем распределять или сортировать данные, храняющиеся в Firebase. В описании я оставлю ссылку на скачивание уже готового JSON-зерева, которое можно импортировать, нашав на импорт JSON, и выбрав файл с ним через проводник. Для понимания того, как устроена структура данных в Firebase, давайте представим, что база данных – это диск. Узлы, хранящие в себе данные – это файлы, а узлы, хранящие в себе другие узлы – это папки. Особенность real-time датабейса в том, что данные, хранящиеся в ней, синхронизируются в реальном времени со всеми подключенными клиентами. Изменения данных также отображаются в JSON-зерево. Поэтому вы можете как просматривать, так и записывать значения напрямую. Теперь давайте подключим наше приложение к базе данных. Для этого нужно перейти в раздел Project Overview и нажать на значок андроида. Затем нужно ввести название пакета приложения, которое нам нужно подключить к базе данных. Если вы будете использовать мое приложение, вам нужно ввести common.example.esp32.firebase. Далее нажать на регистр апа и скачать файл google-services.json. Этот файл содержит параметр вашей базы данных, которая понадобится для подключения к ней. Теперь давайте откроем проект ESP32.firebase в среде Android Studio. Ссылку на скачивание которого я оставлю в описании к этому видео. Для того, чтобы мое приложение при запуске подключалось к вашей базе данных, нужно добавить в этот проект файл google-services.json, которые вы скачали при регистрации приложения. Для этого изменяем тип отображения файлов с Android на Project и открываем папку app. Следом, открываем папку с файлом google-services.json через проводник и копируем этот файл в папку app. Когда мы добавили его проекта, нужны файлы. Переходим в меню build и нажимаем на rebuild project. Затем, нужно экспортировать этот проект в формат apk. Для этого, снова открываем меню build. Переходим в build bundle и нажимаем на build apk. Когда Android Studio оповестит вас об успешном построении apk файла, вам нужно нажать на locate и переместить файл апдебагом в удобную для вас директорию, так как именно он является нашим приложением. Вам также нужно получить веб-аппи-ключен для вашей базы данных. Чтобы это сделать, переходим в раздел authentication и нажимаем на get started. Перед загрузкой кода, вам нужно установить набор плата для ESP32. Для этого нажимаем на файл. Переходим в настройки и открываем дополнительные ссылки для менеджера платы. В это окно нужно добавить эту ссылку, которую я оставлю в описании к этому видео. Теперь открываем инструменты и переходим в менеджер платы. Следом, вводим в поиск ESP32. И загружаем от набора. Теперь, снова открываем в меню инструменты и выбираем плату дуэта ESP32 давkit эвадзина. Также, следует загрузить дополнительные библиотеки, а именно, библиотеку Firebase ESP32 и DHT. Ссылки на скачивание обоих библиотекам будут в описании под видео. Последний шаг перед загрузкой кода это указать пины, к которым вы подключили светодиодом и датчик температуры и влажности, ввести название вашей Wi-Fi сети, ее пароли, адрес вашей базы данных и секретные ключи для подключения к ней. Чтобы узнать адрес вашей базы данных, нужно зайти в раздел Realtank Database и скопировать ее адрес. А для того, чтобы узнать секретные ключи, следует уношать нам шестеренку в левом верхнем углу, перейти в Project Settings, зайти в Service Accounts и нажать нам Database Secrets. Теперь показываем вам секретные ключи и копируем его. Когда мы заполнили все параметры, уже можно загружать коды, не забывая при этом удерживать кнопку буты на плате. Firebase не ограничивается одной лишь Realtank Database и имеет еще достаточно много возможностей. Например, хранилище файлового Storage или базы данных в AirStore. Последнее сохраняет основные преимущества Realtank Database, например, синхронизацию данных в реальном времени, но по сути является ее лучшей версией. Кроме баз данных, Firebase предоставляет хостинги для веб-релошения, которые могут обслуживать как статические, так и динамические контент, например, фото и видео. Еще одна очень полезная возможность – это облачные функции. которые позволяют запускать встроенный код в ответ на определенные события в Firebase или в ответ на HTTP-запросы. С их помощью вы можете загружать в Google облако коды, написанные на JavaScript, что позволяет вам управлять вашими базами данных без дополнительных устройств. Данная функция поддерживается только в тарифе Blaze, поэтому доступна она ограниченному числу пользователей. А на этом мое видео о приложении для управления платой ESP32 через Firebase подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok